Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Мэрия крымского города Феодосии, собирается увековечить память Валентины Легкоступовой, рассказывает Царьград. Памятник умершей певице Валентине Легкоступовой, исполнительнице хита «Ягода малина», хотят установить в Крыму, артистка не только долгое время жила в Феодосии, но и работала в городской мэрии. В честь скончавшейся в середине августа, российской эстрадной певицы Валентины Легкоступовой, в мэрии Феодосии предложили установить памятник. Там напомнили, что артистка не только жила в Крыму, но и немало сделала для развития культурной сферы города, в годы работы в мэрии. Сотрудники мэрии считают, что горожане должны помнить о человеке, который внес неоценимый вклад в жизнь города. Чиновники напомнили, что звезда очень любила Феодосию, и неизменно очень тепло о ней отзывалась. Пока вопрос об установке памятника только обсуждается, официально проект еще не утвержденно находится в стадии разработки. Как правило, ее всегда ждали и хорошо принимали еще и в Туле. В этом городе она начала свою музыкальную карьеру, и свою самую известную песню впервые исполнила именно здесь. Последний концерт певицы должен был пройти именно в Туле, 11 марта. Однако по целой совокупности причин он так и не состоялся. В том числе, из-за малой продажи билетов. По словам тульской коллеги Легкоступовой Эллы Потаповой, Валентина была простым и добрым человеком. К сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы собирать стадионы зрителей. В последние годы популярность певицы была невысока. Артистка призналась, что находилась в глубочайшей депрессии из-за творческой нереализованности. Напомним, 6 августа Валентина Легкоступова была госпитализирована из своей квартиры в Москве с тяжелой черепно-мозговой травмой. В больнице она впала в кому, спасти ее не удалось, 14 августа она скончалась. Смерть звезды овеяна загадками, в частности говорили, что дочь обнаружила Валентину в состоянии алкогольного опьянения, а на теле было много гематом. Родственники певицы считают, что в гибели виновен третий муж Легкоступовой и ихцмен, Юрий Фирсов, с которым она расписалась буквально за пару месяцев до смерти. На этом все. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, если понравилось.